Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Встречались с парнем два с половиной года. В последний год было много ссор и недопонимания, но всегда всё обсуждали, оставались вместе. Неделю назад поссорились, думал, обычно ссора, как и всегда, но он сказал, что больше ничего не хочет со мной, хочет побыть один. Я пытался помириться и поговорить, но попытки ни к чему не приводили. Как только перестаю писать, он начинает писать сам и интересоваться, как у меня дела. Что всё это означает и зачем он начинает писать? Какое поведение было бы правильным, чтобы помириться? Ведь сомневаюсь, что после двух с половиной лет он так быстро забыл обо мне. Вопрос задаётся анонимно. Смотрите. В первую очередь я слабо представляю, как можно подсказать вам, каким поведение, каким было бы правильное поведение? Не знаю вас и не знаю его. То есть, ну, сами подумайте. А вы взрослые люди? Ну, по сути, да? Два взрослых человека, вы. И как можно подсказать вам правильное поведение, при этом не зная вас? Это первое, на что хочется обратить внимание. Второе. То есть, для того, чтобы подсказать вам поведение, ну, правильно, адекватное поведение, нужно, наверное, сперва узнать, какие вы люди, узнать вас получше, по крайней мере, вас лично, анонимно, узнать получше. Для того, чтобы, собственно говоря, понять, лучше вас и вашу, ну, поведенческую модель, скажем так. То, что между вами, то, что между вами сейчас происходит, это, на мой взгляд, такая вот психологическая игра, которую можно охарактеризовать, как игру в догонялке. То есть, один человек убегает, другой человек догоняет. Другой человек убегает, первый человек догоняет. так это выглядит, с точки зрения, вот, ну, скажем так, со стороны, да, вот, со стороны это выглядит именно таким образом. и, соответственно, это проблематика личных границ, в первую очередь. проблема личных границ ваших, личных границ молодого человека. Следующий аспект. Это ссор. Конечно, нужно сначала поисследовать то, что составляет причину конфликта, основу для конфликта. Второе, что нужно, это увидеть вторичные выгоды от конфликта. Вторичные выгоды вашей, вторичные выгоды молодого человека. Третье, это увидеть возможности, конечно, что за ссорами, так же скрывается психологическая игра. КПР называется скандал. Вы можете изучить ее в интернете. Она есть. Это игра. Вот, можете про нее почитать. про эту игру. Очень важно увидеть систему здесь. Дальше, вы пишите. я думал, что это обычная ссора. Мы всегда мирились. Скажите, пожалуйста, как именно, как именно, как, как конкретно вы мирились? примирение. то есть, вот, что вы делали для, скажем так, примирения? потому, что сейчас это не очень понятно. Не очень понятно, что и как вы делаете для того, чтобы помириться. То есть, что в вашем понимании примирения примирения, ну, в принципе, как вы примирились? Как вы мирились? И, на мой взгляд, ситуация заключается в том, что при примирении люди обычно делают какие-то выводы, да, люди ну, к чему-то приходят, вот, что-то решают, понимаешь, какие-то решения. Делаете ли это вы? Вот. Большой вопрос. Как мне кажется. Поскольку ссоры повторяются, я полагаю, что выводов особых вы не делаете. подозреваю. я так вот подозреваю. Соответственно, необходимо это выяснить. то есть, грубо говоря, необходимо увидеть всю ситуацию целиком. сейчас сейчас мы видим только ее часть. И как мне кажется, это большая проблема, что мы видим только часть ситуации. Мы не видим ее всю. И нам таким образом необходимо дополнительной информации, чтобы лучше вам помочь. По крайней мере, так, мне это видится. по крайней мере, так, это было бы наиболее эффективно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, и с точки зрения использования и исследования ресурсов. Ваших ресурсов, что я готова и могу сделать для того, чтобы ситуация улучшилась. И с точки зрения наших ресурсов, чтобы наиболее эффективно вам помогать. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. вам она вне всякого сомнения пригодится. Если молодой человек так же, как и вы, считает, что у вас в отношениях есть проблемы, то вы можете обратиться к психологу вместе и поисследовать уже так скажем проблему вместе. Конечно же только если вы сами этого хотите. То есть заставлять вас никто не будет. Вот такой ответ я мог бы вам пока что предложит с точки зрения психологической практики, с точки зрения гуманного отношения к вам. Я вам желаю всего самого доброго. вы большая молодец, что обратились за помощью. Но вы сделали только в этом смысле первый шаг то есть первый шаг это вы обозначили проблему. теперь вам необходимо сделать следующий шаг и начать более детально работать над тем, что например вы сами озвучили. Удачи вам всего самого доброго.